Добрый день, дорогие друзья! Как обещал, я вам показываю результат нашего эксперимента с картошкой. Эксперимент заключался в том, что мы ее посадили 14 июня. Для всех это удивительно, потому что люди тут с 1 мая сажали картошку, а мы дождались научно-народного подхода. И народный он заключался в том, что это был первый день лета по старому календарю, и только в этот день полагалось на самом деле начинать все сажать. А по-научному этот дождались тепла, то есть теплой почвы. Для этого я следил за тем, как она греется. Копал ямку, клал туда руку, ладонь и пробовал. Если ладони хорошо, то она, значит, должна быть тоже картошка хорошая. Ну и у нас получилось, что 14-го числа ладони стало хорошо. У нас победил бы научный подход. Если бы не было хорошо, был бы день морозный, мы бы не стали и 14-го сажать, может быть, еще бы подождали. Но совпадают народные приметы с научными совпали. И картошка у нас получилась вот такая. Для нас это хорошая, красивая картошка. Большая, крупная. Мелочи нет. Картошка чистая. Гнили, в общем, тоже нет. И я вижу, что она тронулась немножечко уже кожурой. Значит, будет лежать. Мы в прошлом году точно так же сажали, и она у нас, в общем-то, лежала. И мы были довольны. Матушка, как картошка в этом году тебе? Ну, даже крупнее, чем в прошлом. Крупнее, чем в прошлом. Нам Мирослав Федорович помогает. Мирослав Федорович, как наша картошка? Венчик картошка крупная. Хорошая, да? Очень хорошая. А гляди-ка, по-разному в городе-то кто говорит, что выкопали, у них вся сгнила? Да, вся сгнила, и даже нету картошки. Одна мелочь. Это рано посадили. Но у тебя другой опыт. Ты еще раньше всех посадил? В холодной земле. У меня вот таких я накопал мерные 3,5 корзины. Вот такая крупная. А ты когда сажал? Я сажал 11 мая. 11 мая. Вот видите, тоже совпало. А мы выкапываем сегодня, 22 сентября, день осеннего равнодействия. Но мы запланировали, что мы так и начнем копать 22 после Рождества Пресвятой Богородицы. Да? Мы сразу же спланировали? Да. Я подтверждаю это у Федора Чеберу, потому что спланировав, мы не знали, какая будет погода. Но как-то получается так вот всегда после Рождества Богородицы. Погода хорошая. И вчера был дождь. Вчера было 9 градусов. А сегодня вот прекрасная погода. 15 градусов. Немножечко ветер. Но погода нас радует. Так что мы картошки нашей довольны. И вам всем предлагаем так верить и в народные приметы, и в научные подходы. Выкапывать ее можно до покрова. До покрова. То есть до 14 октября. Так что те, кто не выкопал, успеете. А те, кто рано сажает, имейте в виду, что картошка 90 дней. Это самые длинные сорта. 90 дней. Чем вы раньше посадите, тем вы раньше выкопаете. И тем дольше ей придется лежать у вас в подвале. А это чревато, конечно. Нет, позднее копание тоже чревато. Чревато, например, появлением фитофтора, которые в сентябре появляются у некоторых. Это случилось. Я раньше рано фитофтора ударила. 20 мая. Уже была фитофтора? Да. Уже фитофтора ударила. Августа, наверное. По картошке ударила. Ну, августа, а не мая. Августа, да. Августа месяц. Уже ударила 20 августа. 20 августа. Ну, у нас-то она стояла зеленая. У нас были крепкие ветви. И поэтому особенно это не повредило. У нас повредило примерно 1-2 мая. Мы заветили. О, мая, Федорович меня сбил. С сентября мы заметили. Но матушка попросила. Я 7 сентября скосил всю ботву. Чтобы не ушла фитофтора вниз, в картошку. Ботву скосил прямо, можно так сказать, под корень. То есть оставил только маленькие такие вот. Вот такие, чтобы видно было, где ее копать. Что вы скосили. Правильно сделал. Да, потому что фитофтора пошла на картошку. Да. А так она не пошла. А так не пошла, да. Вот матушка вовремя заметила, я вовремя скосил. И поэтому, конечно, было волнение. Мы оставили после того, как скосили. Видите, на 15 дней эту картошку. Но сегодня радуемся. Может, не так много, но хорошее. Нам-то с матушкой на зиму хватит. Так что всем желаю, чтобы у вас научно-народный подход совпадал. И чтобы вы получали хорошее урожай. Здоровья всем, радости. Аминь. Ну, наверное, конечно. У нас, да, у нас земля тут чуть ли не болото. Не такая сырая земля. Да. Ну, ладно, все. Спасибо.